Девушки отдыхают Девушки отдыхают Здравствуйте, друзья, товарищи, любители ралли-рейдов, подписчики канала Suprotec Racing. А кто не подписался, обязательно подписывайтесь, потому что мы рассказываем и показываем все, что происходит в мире российских и не только ралли-рейдов. И сегодня у нас технический обзор. Мы рассказываем и даже протестируем вот этот автомобиль. GeForce Bars последнего поколения или New Generation, кому как удобнее. Это чемпионская машина. Мы только-только закончили гонку золота Кагана 2018 в Астрахане. И эта машина, которую пилотировал Борис Гадасин и штурманил ему Дмитрий Павлов, приехала первой в абсолютном зачете. Опереди все МАЗы и КАМАЗы. Гонка была насыщенной, но об этом вы можете посмотреть на других роликах соревнований на нашем канале. Четыре колеса, руль, сиденье, но на самом деле с обычными серийными гражданскими машинами этот автомобиль имеет мало чего общего. Ну, начнем рассказывать, естественно, с дизайна. Почему автомобиль выглядит так странно и он не похож ни на одну из выпускаемых машин? Дело в том, что автомобиль строится и проектируется его дизайн в первую очередь с функциональной точки зрения. Скошенный капот здесь сделан для того, чтобы пилот и штурман могли видеть максимально близкое расстояние. То есть водитель со своей высоты видит примерно уже начиная отсюда, тогда как в обычных стандартных ралли-рейдовых капотных машинах, ну, примерно вот так. Это очень важно, когда ты преодолеваешь какие-то барханы, дюны, подъезжаешь каким-то канавам для того, чтобы преодолеть препятствия максимально быстро и с минимальными, скажем так, повреждениями для автомобиля. Кроме того, автомобиль Борис Гадасин проектировал вокруг экипажа. То есть сиденья и пилота, и штурмана стоят ровно в середине базы. Во-первых, удобнее рулить, автомобиль вращается вокруг экипажа. Во-вторых, идеальная развесовка по осям достигается следующим образом. В отличие, допустим, от BMW, ралли-рейдовой или от Toyota Overdrive, сиденья сдвинуты чуть-чуть вперед, и бак располагается чуть повыше. Он узкий и располагается сразу за спинками сидений. И учитывая, что бак здесь 480 литров, по мере того, как он опустошается на обычных машинах, например, на BMW, где бак находится почти над задней осью, по мере опустошения нарушается развесовка по осям. И сбалансировать автомобиль очень сложно и практически нереально, потому что по ходу движения автомобиль будет вести себя немножко иначе. Двигатель здесь бензиновый, объемом 8,3 литра, 10-цилиндровый от Dodge Viper. Причем по техническим требованиям FIA двигатель должен быть в основе своей стандартной. Получается у нас стандартный блок, стандартные поршни, шатуны коленвал и стандартные головы. Остальное все уже модифицируется. Сагрегатированный этот монструозный мотор с шестиступенчатой секвентальной кулачковой коробкой передач с ADEV. Здесь стоит коробка передач и раздатка последнего поколения, 920-й, которая способна выдерживать до 900 ньютонов крутящего момента. Спереди у нас стоит независимая подвеска на двух рычагах. Это все делается у нас в Петербурге, почертижам Бориса Гадасина. Впрочем, как и рулевое управление, рулевая рейка здесь прекрасно видно. Используется основа редуктора от серийного автомобиля. Это такая ниссановская, получается, главная пара, а все остальное, корпус, дифференциал, здесь уже хендмейт, скажем так, самодельная. Основа заднего моста ниссановская. Но на этом все их схожесть заканчивается. Во-первых, здесь редуктор сдвинут левее относительно продольной оси автомобиля для того, чтобы максимально спрямить углы кардана, чтобы крестовины, крестовины соединения испытывали как можно меньшие нагрузки, имели больший ресурс, меньше изнашивались. Соответственно, мост полностью обварен, вы видите, он здесь усилен. Автомобиль способен развивать скорость на бездорожье порядка 190 или даже 200 км в час. И попадание в яму, как вы понимаете, на стандартном мосте, на стандартных агрегатах, ну это фатально. А вот эти автомобили едут в таких условиях спокойно, спокойно переваривают бездорожье. Естественно, у нас имеется вот такая металлическая защита картера заднего моста для того, чтобы, если мы налетаем, например, на камень, на какую-то кочку, чтобы сохранить в целости редуктор. Тормозная система здесь дисковая и спереди, и сзади. Суппорта здесь AP Racing, причем они здесь очень интересные. Дело в том, что они охлаждаемые. Вот эти две трубки – это система охлаждения. Причем здесь циркулирует самый обычный антифриз. Пилот может сам по своему усмотрению подключать охлаждение переднего и заднего контура независимо друг от друга. Имеется отдельный расширительный бачок и имеется отдельный насосик на каждый из контуров. Ну и раз уж мы заговорили об охлаждении, то в этой машине охлаждается буквально все. Вы даже можете посмотреть на эту россыпь радиаторов, расположенных над задней осью. Причем это еще не все радиаторы, есть еще радиаторы спереди. Здесь охлаждается гидроусилитель рулевого управления. Ну, стандартное охлаждение двигателя, охлаждение масла двигателя. Кстати, здесь сухой картер. Сухой картер для тех, кто не понимает, что это такое. Дело в том, что спортивные автомобили редко сохраняют спокойно промолинейные движения. Он постоянно прыгает, едет по каким-то практически отвесным дюнам. И для того, чтобы масло не отливало от маслозаборника, соответственно, имеется отдельный бак. Имеются насосы, которые уже перекачивают в двигатель это самое масло. А резервуар с маслом находится отдельно. Дальше. Охлаждается у нас коробка передачи, соответственно, раздатка. Охлаждается передний редуктор. Радиатор кондиционера. Радиатор, уже говорил, тормозной системы. Охлаждается топливо, само собой. Потому что не все топливо используется. То есть топливо нагревается до очень высоких температур. Для понимания, когда ты едешь даже по нашим астраханским степям, летом каркас и сама машина нагревается до такой температуры, что голой рукой без перчатки дотронуться невозможно. И представляете, какой температуры топлива. Ну, хватит разглагольствовать о технике, стоять снаружи. Холодно, потому что, блин, пора уже засесть в машину, где Борис расскажет, как устроено внутри рабочее место штурмана и рабочее место пилота. Ну, и прежде чем мы попадем в салон, расскажу о оперении этого автомобиля. Автомобиль строится полностью на пространственной раме. Это, естественно, не обычный внедорожник, не обычная легковушка. Поэтому здесь все хендмейт и все изготовлено по чертежам Бориса Гадасина. Снаружи автомобиль зашит в карбоновый обвес. И еще очень интересные детальки. Смотрите, здесь гонка золота Каган 2018. Это степные дорожки, сухо, никаких бродов, грязи. И поэтому здесь стоит абсолютно обычный капот. Но если гонка, например, где приходится преодолевать, например, броды, устанавливается другой капот. Здесь он отстегивается и устанавливается другой капот, например, с отсекателем грязи. Если гоночка идет по каким-то лесным дорожкам, есть еще возможность установить, так скажем, небольшую трубу типа кенгурятника, чтобы, соответственно, ломать кусты какие-то, что-то валежни какой-то встречается по дороге, для того, чтобы не повредить то же самое оперение или какие-то функциональные элементы автомобиля. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Двери откидываются вверх и вперед для максимального удобства пилота и штурма. Причем это последние поколения барсов. И здесь уже чуть больше места за счет того, что модернизировали каркас. Ну а теперь я исполню цирковой номер. Я еще ни разу не залезал в кокмит этого автомобиля. Сейчас прямо на камеру это попробую исполнить. Ну что, в принципе, получилось. Борис, правильно все сделал? Борис, ну вернемся к технике и поговорим, что окружает экипаж в этом автомобиле. Потому что это какая-то россыпь, мириады переключателей, тумблеров, дисплеи. Как с этим, что за что отвечает штурм, за что отвечает пилот и что можно здесь включить, а что нельзя? Ну, на самом деле секрет очень простой. В отличие от гражданской машины, здесь каждая система электрическая сделана полностью независимой. Можно ее как отдельно включить, выключить, перевести в автоматический режим. То есть все вот эти радиаторы, вентиляторы, о которых здесь множество, вы уже говорили, да, так и все системы мотора, да, потому что понятно, что на длинных гонках что-то может закоротить, да, там куда-то попасть в песок, есть какой-то агрегат электрический, да, и нужно, чтобы не приводила подобная поломка, да, к остановке машины. Это самое главное. Значит, вот такая у нас панель приборов. Что здесь изображается? Вот сейчас что это вот тикает у нас? 84 тысячи девятьсот. Ну, это не... да, это время, на самом деле. Единственное, что, к сожалению, Матек не предлагает, это время по гримичу, да, то есть это вот... мы можем всегда знать, какое точное время у нас в Лондоне. Соответственно, вот, ну, вы просто... видно, что две правые – это секунды, дальше минуты и часы, да, то есть вот то, что мы видим на самом верху. Посередине самое большое место занимает эта передача, которая включена. В данный момент ноль, это просто означает, что это нейтральная передача. Далее, например, слева, если от этой цифры смотреть, видите, два нуля, вот ноль-ноль и ноль-ноль, да, у нас не... нет, это давление масла, причем сразу по двум датчикам независимым. У нас один датчик давления стоит в системе около масляного фильтра, у нас фильтр вынесен, он не на двигателе, и второй стоит непосредственно на входе уже в блок. Под ним, вот вы видите, там 32 градуса, это уже температура тасола, да, то есть антифризах, лэпдэш и жидкости. Далее справа ойл, видите, ойл-температура 19, да, где это у нас температура масла двигателя, вот. Под ним лямбда-зонды, да, два лямбда-зонда, можно прямо на ходу смотреть, что происходит со смесью. Если что-то не в порядке, какой-то параметр выходит за рамки нормального, то здесь выходит, сразу появляется отдельное сообщение, что все плохо, и как раз вот слева у нас за дашбордом есть регулировки, которые позволяют, к примеру, сделать богаче смесь, да, вот справа. Так, это получается у нас зажигание смещаем, опережение, да. А справа у нас топливо. Дальше у нас давление колес контроль, да, то есть вот тоже вот эта визуализация, да, сейчас вот система отключена, но здесь можно смотреть и температуру колес, да, и давление колес, да, что происходит. И, видите, то есть по краям, опять же, у нас все равно как обороты, так и температура двигателя, да, то есть давление масла, все это выведено для того, чтобы, ну, на этих экранах ты во время движения все равно видел, ну, основные параметры, да, которые могут повлиять на опорчик. Вот у нас, например, температура всех амортизаторов как раз, да, вот у нас 8 амортизаторов, вы видите, да, как, какая у нас сейчас у амортизаторов температура. Если вот там с левой стороны включить Dash Central, вот, вот, вот эту, да, вот включить, да, и включить камеру, на эту, вот, то мы видим то, что у нас происходит сзади. То есть помимо зеркал, да, у нас еще есть возможность, плюс у нас там можно включить сзади фары задние, и в темноте у нас будет назад и светить фары, и мы можем ехать, в общем, вполне уверенно. Поворотники у нас, ну, вот здесь находятся, потому что это вспомогательная вещь, вот здесь, например, находится ограничитель скорости. Видите, вот здесь 30, 50, 60, то есть мы настраиваем, и вот штурман ставит, например, 80 км в час, а машина быстрее 80 км в час просто не поедет. Чтобы не заслужить пенала. Да, 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 чтобы не получить пенализацию. Вот так же, вот там впереди желтая крутилка, это у нас баланс тормозов. Опять же, прямо на ходу можно смотреть баланс тормозов, и вот если нажать сейчас тормоза, и сразу можно будет увидеть, какой у нас баланс тормозов. Так, ну что, Париз, давайте меняться местами, пересаживайтесь в свое рабочее место, скажем так, чтобы я тут ничего не наломал, не переломал, я лучше по пассажирам прокачусь. Долевата машин все-таки? Конечно. Надо сказать, это все трансмиссионные двигатели, агрегаты были обработаны составами супра, так в том числе и гидроусилитероля, то есть это мосты, это коробка-раздатка, это двигатель, то есть, в общем, в принципе, ступицы, шрусы, приводов, то есть это все элементы, которые потенциально можно обработать. То чувство, когда тебе надо заехать на косогорода, просто нажимаешь на газ, не заморачиваешься, ни с переключением передач, ни с дополнительным каким-то разгоном, просто повернул руль, нажал газ. Вот что все-таки почти 900 крутящего момента. А, побыстрее, да, конечно. Да? Да, быстрее. Ох ты! Вот это подклад. У меня волнает как будто вертитовую игрушку. Ну что, можно наконец-то расстегнуть пятиточечные ремни безопасности и вздохнуть в полной груди. Вообще, после вот этого обзора, после вот этих покатушек небольших, у меня всего три вывода. Во-первых, я понял, что у меня толстые щеки. Потому что, когда ты едешь, себя трясет, и у тебя щеки прыгают вверх и вниз. Раньше такого, кстати, не наблюдалось. Второй момент. Я ненавижу ездить пассажиром. Особенно, когда тебя катают по проселку, по бездорожью, и тебя глаз судорожно цепляется за какие-то препятствия, ты ожидаешь, что будет делать пилот в этот момент, повернет налево-направо, притормозит, газ удаст. Вот это вот ощущение неопределенности, оно, конечно, и третий момент. Блин, Барс, это реально Бентли среди ралли-рейдовых тачек. Это наши реалии, все-таки в нашей стране очень любят все иностранное, и импортное, и в том числе, конечно, люди привыкли, что Тойота, БМВ и так далее, это хорошо, а сделанное что-то в России, то это плохо. И этот стереотип достаточно тяжело сломать, поэтому наши машины должны быть лучше, быстрее и дешевле. И только вот при соблюдении этих трех составляющих, да, эти машины покупаются, да, и нам очень приятно, что все-таки у нас есть друзья, которые верят в нашу машину, верят в наш проект, и, в общем, ездят. Это круто. Когда автомобиль просто прет, когда нажатие на педаль газа, он начинает, как троллейбус, тянуть вперед. Это круто. Подписывайтесь на канал, лайк, всем пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Продолжение следует...